Отмены типовых нормативов штатного расписания в высших учебных заведениях довольны. Говорят, этот документ Минобразование ввело еще в 2013 году по требованию Минфина. Но всю документацию составляли по давно устаревшим инструкциям. Устанавливается численность секретарей-машинисток, которых секретарей-машинисток уже давным-давно нет. Нельзя приводить под одну гребенку Национальный университет Одесская морская академия и Национальный экономический университет. Естественно, что у них штатные расписания, ну, в принципе, должны отличаться друг от друга. А вот типовые штатные нормативы говорили, нет, у вас должны быть один подход и практически одинаковое штатное расписание. Документы определяли количество секретарей, техников и лаборантов в УЗИ. Зачастую сотрудников было больше, чем необходимо учебному заведению. В начале выполнения этого приказа отложили на год, а теперь и вовсе отменили. Это еще один шаг к расширению автономии высшего учебного заведения. Потому что сам коллектив высшего учебного заведения, его руководящие органы, ученый совет, ректорат, может определить, какое штатное расписание наиболее подходит для реализации тех задач, которые стоят перед конкретным высшим учебным заведением. Отменили, но с опозданием. Учебный год уже начался. Руководство большинства вузов было вынуждено подвести свое штатное расписание под ненужные нормативы. В итоге одних сотрудников перевели на другие должности, других сократили. В целом, надо систему менять и при этом с нуля начинать. Первое – это независимое тестирование знаний и умений выпускников, как для школы. Второе – это система госзаказа должна быть ликвидирована, потому что это источник коррупции. С одной стороны, с другой стороны, что-то неэффективно. В этом году правительство уменьшило госзаказ на обучение в вузах на 10-12%. Сейчас Минобразование планирует вообще отказаться от такой системы. В будущем государство намерено заключать с вузами контракты.